На рынке нефти продолжают происходить странные движения, которые мало соотносятся с объективной реальностью и являются результатом направленных спекуляций. Тем не менее объективные факторы, вызвавшие рост цены нефти до 45 плюс долларов за бочку, все равно присутствуют. Дело тут не столько в том, что ОПЕК сократила добычу, а значит и продажу нефти, сколько в том, что Саудовская Аравия высчитала необходимый размер прибыли от продажи меньшего количества нефти и подняла на нее цену для потребителей в Азии, а главное в Европе. Многие помнят, почему и как все это произошло. Саудиты вынуждены вернулись к сделке ОПЕК+, хотя уже начали играть жестко на выдавливание РФ с рынка. Но за Москву вписался Трамп и пообещал рияду санкции, если тот не попустит удавку на шее Путина. Договоренность была такого свойства, что должна наступить стабилизация рынка нефти. И вот, перешагнув рубеж в 45 долларов, нефть просигнализировала о стабилизации рынка. А это значит, что дальше снимаются ограничения и обязательства. И это касается не только и не столько ограничительных мер в рамках ОПЕК+, сколько обязательств Аравии перед правительством США. Теперь Трамп не имеет никаких рычагов давления на Аравию и та вольна формировать свою ценовую политику так, как считает нужным. Кстати, сам Трамп за распасовку с Путиным вроде бы получил свой приз – выход РФ из Венесуэлы. Но, как уже известно по множеству других примеров, стратег из Трампа так себе. Он так и не смог воспользоваться преимуществом, сложившимся после выхода Москвы из Венесуэлы. В этом плане ВОЗ и ныне там. Мадуро как заправлял нефтяным и кокаиновым контрабасом, так это делает и сейчас. И в итоге получилось, что Трамп открыто стал на сторону Москвы в момент, когда она уже начала свой полет навстречу к краху. Зачем и почему он это сделал, однажды станет известно после расследования ФБР и соответствующих судебных процессов, а пока знак вопроса еще остается на месте. Но вот российские экономические СМИ стали публиковать довольно занятную информацию о российских биржевых новостях относительно нефти. Выглядит это длинно и витиевато, но мы обратим внимание всего на два момента. Взлет цен на нефть выше 46 долларов за баррель Brent и ралли российского фондового рынка до максимумов с февраля вызвали у трейдеров на московской бирже массовое желание играть на понижение. На торгах в среду, 5 августа, частные инвесторы на фьючерсном рынке сделали рекордные ставки на падение нефтяных котировок и индекса PTC. За один день трейдеры физлица продали в короткую 143 409 фьючерсов на Brent. Настолько массового желания сыграть против нефти у частных инвесторов не было с декабря прошлого года. То есть в один день трейдеры стали избавляться от нефтяных фьючерсов и в каких-то огромных количествах. Более того, сигналом для такого массового исхода стала игра на понижение какого-то таинственного частного игрока, который отыгрывает эти позиции по-крупному. Мы несколько раз писали о том, что фокусы со скупкой излишков нефти и газа с рынков уже были продемонстрированы денежными мешками, напрямую связанными с Путиным. И очень похоже на то, что в данном случае наблюдается игра именно такого персонажа. Понятно, что он обладает максимально точной и оперативной информацией, если так резко развернул свои позиции. Очень аккуратно на это намекает российская пресса, но те, кто не разучился читать между строк, оценят следующую ниже цитату. Это, впрочем, результат действий одного очень крупного игрока, который держит фьючерсы на нефть в объеме около 600 тысяч контрактов. Таинственный трейдер физлицо, делающий ставки на нефть на Мосбирже в объемах, которые не по карману некоторым инвестфондам, появился на рынке в 2018 году. Последний раз он скупал фьючерсы 12-15 мая 2020 года. Зайдя в рынок на отметках около 30 долларов за баррель, этот инвестор продолжает держать позицию, которая принесла уже 50% прибыли. Этот кто-то или инкогнито играет не просто так, а явно зная о том, что ситуация может развернуться или уже разворачивается в обратном направлении. Глядя на него, также отыгрывают и трейдеры калибром поменьше. Причем этот частник оперирует объемами контрактов, которые не по зубам, целым инвестиционным фондом. А это значит, что уровень осведомленности его по этой теме является самым высоким из возможных. Одновременно из Аравии идут сообщения о том, что закончив ограничительную эпопею имени товарища Трампа, они планируют одновременное снижение цены своей нефти сразу для всех потребителей по всем регионам. Но пока есть разночтения о том, какие потребители получат скидку больше, какие меньше. А это означает, что Аравия таки не утратила интереса к тому, чтобы проредить мировых поставщиков нефти. Из того, что прямо сейчас есть в открытом доступе, можно приблизительно взять такое. По данным Bloomberg, партии легкой саудовской нефти станут дешевле для европейских покупателей на 2,5-2,8 доллара. В северо-западной Европе самый массовый сорт Саудиорамка Arab Light, сходный по характеристикам с российской Eurals, будут продаваться на 2,5 доллара дешевле, чем в августе. Скидка к цене Brent составит 1,8 доллара за баррель против премии в 70 центов в предыдущем месяце. Цены на нефть Arab Extra Light снизятся на 2,8 доллара, скидка к Brent составит 1,3 доллара. Тут вот что важно учитывать. После восстановления картельной сделки, связанной с ограничением добычи нефти, Аравия постоянно поднимала цены на свою нефть. Следом за ней вверх прошли цены и на другие сорта нефти, в том числе и на российскую Eurals. Причем каждый следующий период саудиты выставляли цены выше, чем за предыдущий период. Тем самым они создали ту самую тенденцию, которая породила у биржевых игроков ожидание дальнейшего роста и вот теперь на рынок уходит другой сигнал. Рият перестал играть в рост и показал, что теперь начинается другая игра с ценами ниже предыдущего периода. При этом никакого ажиотажного спроса на нефть, даже с учетом существенного снижения добычи всем картелям не произошло. Проще говоря, рынок остался индифферентным к изъятию почти четверти мировой добычи нефти, а цена пошла вверх, только потому, что саудиты ее стали повышать. А это значит, что никаких других механизмов, способных повысить цену нефти, кроме как произвольных действий крупнейшего мирового экспортера нефти, нет. По крайней мере, на этом уровне добычи точно. Поэтому саудиты способны сделать с ценами, а значит и с рынком, что угодно. И в этом их желании сегодня имеется один ограничитель. Трамп, имеющий непонятные для публики и понятные для Рияда отношения с Путиным. Очевидно, что пока в США не прошли выборы и не выяснился вопрос того, кто там будет у власти следующие четыре года, саудиты вряд ли предпримут решительную атаку на Москву, сравнимую с Апрельской. Это мы не знаем, почему Трамп так впрягся за Путина. А они это прекрасно понимают и скорее всего знают, что нынешний президент США не даст им сделать фигурное харакири Путину, а потому снижение будет постепенное, а шаг снижения небольшим. А вот как оно будет выглядеть после выборов, увидим. Субтитры создавал DimaTorzok